Дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, давайте посмотрим подсказки вам от высших сил, советы, подсказки, да что вам хотят сказать высшие силы с помощью карт. Спасибо всем за теплые комментарии, еще раз повторюсь всем огромнейшее-огромнейшее спасибо, всем добра, счастья, любви и удачи. Итак, давайте смотреть. Восьмерка жезлов. Вы знаете, у вас сейчас открыты для вас многие двери, вот это подсказка высших сил, у вас сейчас есть все ключи в ваших руках, которые вы можете воспользоваться. Смотрите, стоит женщина, ну с ней, наверное, если поближе вам покажу, волшебник, да, так назовем, маг какой-то, ну хороший, достаточно человек, держит ключ, и перед ней еще лежит восемь ключей. Перед женщиной. То есть она может выбрать любой и любым воспользоваться. Вот смотрите, у каждого человека есть ключи в руках. Просто человек может этого не видеть, не замечать. И высшие силы вам хотят подсказать, напомнить, что ключи у вас есть, какая-то есть проблема. Вы всегда можете подобрать ключ к ее решению. Вот это, наверное, главная подсказка вам. Не бывает безвыходных ситуаций, ситуаций, в которых нельзя найти выход. Из любой, даже самой сложнейшей ситуации есть, есть выход. Попадаются случайные люди, которые могут помочь. Ну, здесь много-много вариантов, но вот эти варианты все, вот они лежат на столе. Так что вот это главная подсказка вам от высших сил. Давайте еще посмотрим. Ну, видите, показывают, что, да, кто-то здесь, может быть, за вами наблюдает. Есть кто-то, Паш Мечей, человек. Ну, по-моему, здесь идет, что человек довольно-таки, смотрите, он наблюдает и за вашими отношениями, и за вашей работой, как у вас, что движется, куда вы идете. Есть что-то скрытое, вот видите, здесь тучи, там видно, он сверху как-то, человек этот ведет наблюдение. Опять же, если есть какая-то проблема, ключи у вас для решения есть. Знаете, здесь подсказка высших сил для вас. Возможно, я не знаю, почему здесь выходит мужчина. Мужчина, третье лицо, который ведет за, возможно, когда-то ушел от вас, но ведет за вами наблюдение. Мужчина испытывает к вам страстные чувства. Знаете, такие какие-то дьявольские замашки. Мужчина из прошлого. Мужчина, с которым были у вас отношения, и отношения эти были разрушены. Вот это подсказка, видите, башня дьявол, влюбленные. Были разрушены. Слушайте, ну, может, здесь еще такой вариант. Здесь могла быть вмешиваться магия, из-за магии у вас произошло разрушение. Либо кто-то хочет разрушить ваш действующий союз, да, наблюдает за вами, за вашими отношениями. С мужчиной. Вот мужчина, вот этот выпал, да, и есть третье лицо, которое наблюдает за вашими отношениями. И, ну, хотя это могло быть, знаете, мне показывают, может, это было в прошлом. Кто-то либо разрушил, либо хотел разрушить, кто-то вмешивался в вашу личную жизнь. Ну, самая главная карта, это вот, вот здесь, в этой колоде, очень хорошая, это восьмерка. Восьмерка Жезлев. Смотрите, вот показывает карта, да, что солнце, правосудие и десятка кубков. Вы будете настолько счастливы. Вот что-то в вашей жизни было несправедливое. Я говорю, что-то вмешивался. Именно темные, какими-то темными силами, да, кто-то пользовался. Какой-то, может, нехорошей магией. Но в вашей жизни наступит солнце, и все будет по правосудию. Солнце – это, знаете, сами высшие силы. Вам говорят здесь, вот мы спрашивали подсказки советовавших сил. Не отчаяться, не переживать. Но ключи, вот поверьте мне, здесь без действий, без ваших. Вы к этому солнцу, к десятке кубков не придете. Здесь надо именно действовать. Искать выход из положения, из трудной ситуации. Если это магия, то нужно ее снимать, да. Но у вас все, у вас я не буду дальше выкладывать после вот этих карт по правосудию солнца и десятку кубков. Вы идете в какое-то светлое будущее, в любовь. То есть, вот смотрите, здесь-то вплоть до рождения детей, свадьбы. Здесь дети в кругу. Могу показать поближе. Видите? Танцует солнце. И все дороги, все двери, все открыто, все в любой, в любой путь. Вот, по-видимому, вот с помощью вот этих ключей вы все себе откроете. Правосудие. Тоже люди радуются. Видите, как, ну это суд. Вот здесь чаша весов, тут держатся весы. Весы на одном уровне. И кубки. Смотрите, у кого-то ждет долгожданный союз, примирение, любовь, наполненность. Ну, вот такой совет вам и подсказка. Основная карта, это вот эта вот, восьмерка жезлов. Используйте все, все возможности, какие только может. Судьба вам их, поверьте, мне предоставляет. Самое главное, чтобы вы их увидели. И возьму совет ангелов. Очень интересный расклад был сегодня. Что-то в энергиях начинает меняться. Может, кто-то, знаете, скажет, вот, опять она говорит, все будет хорошо. Нельзя сидеть у телевизора и думать, что все само собой изменится. Ничего не предпринимать, ничего не делать, смотря расклады. Для этого они и есть, эти расклады, чтобы помочь вам найти путь. Вы видели солнце, и все-все в дороге, все пути будут открыты. Давайте совет ангелов вам. Время вашего ожидания и смятения скоро закончится. Ангел очищения, видите, кому-то здесь, ну, вот мой совет, вот ключи, кому-то здесь делать чистки. Можно это делать самим. Не всех есть финансовая возможность кому-то обратиться, либо обратиться, либо... Ну, ангел очищения, он говорит, чистки, да, вот, может, ключи вот это и есть, вот это вот, вот эти к вашему, к вашему солнцу. Смотрите, время вашего ожидания скоро закончится. Примите благодарность и блага, которые вы скоро получите. Ангел финансов, просите у вселенной ангелов помощи и руководства. Ангел молитвы, обращайтесь к вашим силам, просите. И вы обязательно найдете выход из положения, которое на данный момент вас очень тяготит. И вам в нем находиться очень тяжело. У каждого он свой, свой путь, своя дорога, свои трудности. Но выход из этих трудностей всегда есть. Ну, вот такой был расклад. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова